МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, здравствуйте, добрый день. Вы смотрите «Свою игру». Дорогие друзья, обратите внимание, вот он, наш главный приз – автомобиль. Замечательный автомобиль-внедорожник 4х4. Мы разыгрываем этот автомобиль. Я думаю, большинство из наших постоянных зрителей прекрасно знают, как мы его разыгрываем. На всякий случай напомню, в центральной части студии, специальный вращающийся подиум, в нём 30 ячеек, в ячейках 30 брелоков. Один из брелоков увенчан ключом от этого автомобиля. Главная задача игрока – выиграть тот самый заветный брелок. Я также думаю, что большинство из вас прекрасно знают, что лучшим способом всё-таки выиграть автомобиль является серия из беспроигрышных игр. И чем дольше эта серия, тем больше шансов на выигрыш этого автомобиля. Вот Константин Владимирович Шлыков за центральным игровым столом. Константин Владимирович – государственный служащий из Москвы. Он победил в нашей прошлой игре. Однако же он отказался после первой же игры испытывать фортуну. Решил увеличить свои шансы. И если он выиграет в нашей сегодняшней игре, действительно, его шансы увеличатся. Дорогие друзья, я хотел бы напомнить вам, что по данной схеме сегодня мы играем последний раз в этом сезоне. Затем будут летние, так называемые, каникулы. Вы сможете смотреть нашу программу в повторах. А вот 21 августа, запомните, 21 августа мы выйдем в эфир с нашими новыми идеями, с новым призом и новой схемой розыгрыша. Не пропустите, 21 августа. Я просто говорю к тому, что сегодня последняя игра этого цикла. И сегодня так или иначе победитель будет испытывать фортуну. Обязательно подойдет к нашему центральному вращающемуся подиуму и будет пытаться вытащить брелок, на котором есть ключ. Тот самый забетный брелок. Что ж, Константин Владимирович, выбирайте себе соперников. У вас за спиной ложа претендентов. Хаотичное мигание лампочек уже началось. Нужно его остановить. И те игроки, против которых лампочка будут пульсировать, будут сражаться с вами в нашей сегодняшней игре. Сегодня против вас играют Дмитрий Евгеньевич Черногоров, предприниматель из Зеленограда. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. Прошу вас к третьему игровому столу. Успехов вам, Дмитрий Евгеньевич. Вторым соперником Константина становится Максим Сергеевич Коробейников, вводный инженер из Москвы. Здравствуйте, Максим Сергеевич. И вам я желаю успеха. А сейчас, благородные доны, обратите внимание на наш центральный монитор. Там вы видите все темы нашей сегодняшней игры. А я тем временем напоминаю о том, что спонсор нашей программы, торговая марка Эрих Краузе. Эрих Краузе – это качественные канцелярские товары для повседневных работ в офисе и дома. Эрих Краузе важна каждая мелочь. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы начинаем первый раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что же, первый раунд. И вот его темы. Учение свет, бегом марш. Усталая тема, русские генералы, кто где живет и овощи. Прошу вас, Константин, начинайте. Кто где живет, 400. В зоопарке швейцарского городка Керцерс для этих хрупких созданий возвели купол высотой 18 метров и диаметром 40 метров. Под куполом высажены цветы. Бабочки. Верно, Константин. Кто где живет, 500. В развитых странах домов, предназначенных для этих людей, немало. В Китае нет ни одного. Некого туда помещать. АПЛОДИСМЕНТЫ В Китае совершенно нет домов престарелых. По традиции, старики должны жить в домах родственников. Дальше. Кто где живет, 200. Несколько лет назад каждый английский бомж бесплатно получил именно это, чтобы легче было искать работу и жилье. Может, мобильный телефон? Нет. Одежду? Нет. Бесплатный электронный адрес. Нужно зайти в любой интернет-кафе и там узнать важную для себя информацию. Дальше. Кто где живет, 300. Именно он жил в самом унылом закоулке 100-акрового леса к югу от дома Кристофера Робина. Робин Гуд. Потрясающий ответ. Он найдет баналы нашей игры. Кристофер Робин и Робин Гуд. Дмитрий, дайте правильный ответ. После КА. Совершенно верно. Бегом марш 400. Участник лондонского людского марафона Робот Роджер сошел с дистанции из-за ее капризов, полностью расстроивших сложную программу. Погоды. Совершенно верно. Погода расстроила программу Робота и он в тумане просто сошел с ума. Усталая тема 400. Вот уже лет 20 лентяи охотно объясняют нежелание работать наличием этого синдрома. Синдром хронической усталости. Браво, Дмитрий. Усталая 500. В позапрошлом веке балерины Мариинского театра после спектакля парили ноги в отваре из этих грибов, чтобы снять усталость. В отваре из мухоморов. Продолжим. Бегом, марш 500. Вам остается аукцион. Собственно говоря, только с вами можем разыграть этот вопрос, ибо его номинальная стоимость 500, а тем временем на счету у Максима минус 300, 200 у Константина у вас 900. Ставку поднять не хотите? 600. 600. Играем. За этот отрезок времени россиянка Ирина Реутович смогла пробежать 237 километров и выиграла золото на специальном чемпионате мира. 24 часа. Браво! Именно за сутки это специальный чемпионат по суточному бегу. Дальше. Овощи 400. Каждое лето муниципалитет города Буньоль в Валенсии заготавливает 120 тонн этих овощей для необычной уличной битвы. Помидоры. Естественно. Овощи 500. Вам достаётся код в мешке. Тем временем минус 300 у Максима и 200 у Константина. 1900 у вас. Константинов. Константин, играем с вами. Тема их знают все, стоимость 300, дайте изображение. Музыкантов узнали? Назовите населённый пункт, где они музицируют. Собственно, городок. Верно. Рейников и Стоянов. Продолжим. Русский генерал 300. С его предложением ввести в стране военное положение Керенский не согласился и объявил генерала мятежником. Корнилов. Браво. Русский генерал 200. В этом высшем учебном заведении генерал-майор Александр Александров окончил два отделения. Первое в 1913 году, второе три года спустя. Консерватория. Совершенно верно. Локальное и композиторское отделение он закончил. Дальше. Учение Свет 400. Кандидатский минимум по этому предмету аспирант отдела теоретической физики Андрей Сахаров сдал лишь со второй попытки. Собственно по физике. Да нет. По марксизму-ленинизму. Продолжим. Дмитрий. Учение Свет 300. В российском букваре 17 века гравюру изображало учителя в классной комнате за этим воспитательным процессом. Порка, наверное. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ То, где живет 100. Наш Дед Мороз живет в Великом Устюге. А вот белорусский поселился именно в этом заповедном месте Беловежская пуща. Продолжим. Русские генералы 500. В это генеральское звание Осип произвел Христакова объявив, что оно больше настоящего генерала. Он говорит он генерал. Только с другой стороны. Дальше. Учение Свет 500. Вам достается код в мешке. Минус 300 у Максима 200 у Дмитрия 900 у вас. Максим вообще что-то у нас незаметен в игре. Ну, отдам ка я Дмитрию. В связи с тем, что Максим последнее время не играет, отдам ка я Дмитрию, который у нас лидирует. Хорошая логика. Играем с Дмитрием. История футбола стоимость 550. Что это у вас было с лицом? Не очень хорошо вы знаете историю футбола. Вот вы видите это замечательное фото. Перед вами фотография с финала последнего чемпионата мира по футболу. Какой флаг мы от вас закрыли? По-моему... Бразильский. Примитивный вопрос. Вы правильно на него отвечаете. Верно? Играйте. Овощи 300. Жительница болгарского городка Радамир вырастила тыкву весом в 100 килограммов и созвала друзей на пир. На предложение сначала сделать именно это она ответила отказом. Зарегистрировать всю эту историю в книге Гиннесса. Дальше. Ущи 200. Эту капусту не варить не квасить нельзя. А салаты из нее получаются отменные. Морская. Нет, морская капуста увы не овощ. Тема у нас овощи, да? Понятно, что речь идет о капусте которую можно все-таки назвать овощем. А точнее говоря о краснокочанной капусте. Дальше. Усталая 300. При строительстве этой башни из-за усталости металла обрушилась одна из секций. Дефект устранили и вот уже 80 с лишним лет она служит москвичам. Шабовская. Да, совершенно верно башня Шухова. Дальше. Устала тема 200. В 1985 году их матч названия чемпиона мира был прерван под предлогом усталости обоих гроссмейстеров. Карпов Каспаров. Да, Максим. Хоть кнопку выиграл первый раз. Бегом марш 200. Этой зимой в Москве прошли первые соревнования по горному бегу в помещении. Этот показатель дистанции определяли тренажеры. Крутизну дистанции. Дальше. Максим. Учение свет 200. До того, как выпустить на свободу редких южно-китайских тигров, рожденных в питомнике, зверей, самолетами доставили в ЮАР для обучения этому. Охоте. Верно. Учение свет 100. Лев Касиль вспоминал, как учитель гимназии, очень недовольный этой реформой, поставил лентяю за четверть очень плохо с двумя минусами. На реформу оценок. Отмену оценок в баллах. Совершенно верно. Русский генерал 100. В Российской Федерации право присвоения генеральских званий принадлежит именно ему? Президент России. Дальше. Усталая тема 100. Я устала быть хорошей, я устала быть плохой. Исполнительность, я думаю, вы узнали. Если даже не узнали, подскажу, это Алла Пугачева. Однако об этом мы не спрашиваем. Назовите, пожалуйста, название песни. Устала Алла. Нет. Хотя там есть такие слова. Устала Алла. Любит напоминать свое имя в своих песнях. Песня называется «Усталость». Ну что ж, давайте поздравим итог нашего первого раунда. Минус 200 у Максима, 900 у Константина, 3050 на счету у Дмитрия. Впереди второй раунд. Мы в студии, мы разыгрываем второй раунд. Напоминаю о том, что согласно правилам нашей игры, тот игрок, которому удается выиграть три игры подряд, получает замечательный приз, золотой приз Эрих Краузе. Это пероручные работы, изготовленные из золотой, украшенные россыпи и драгоценных камней. А тот игрок, который занимает второе место, получает поощрительный приз Эрих Краузе. Это полный набор канцелярской продукции для одного рабочего места, от клея и ластиков до степлеров и архивных папок Эрих Крауза. С темы второго раунда предлагают вашему вниманию чудеса 21 века. Англия. Кушать подано. Кино на лыжи и джаз. Прошу вас. Максим, начинайте. Кино 600. Он получил полмиллиона долларов за то, что взялся в пяти фильмах курить сигареты определенной марки. Продешевил бывший боксер. Сталлоне. Верно. Кушать подано 800. Вам доставится аукцион. 3650 у вас на счету, 900 у Константина и минус 200 у Максима. Полторы. Полторы играем. Сто с лишним лет, начиная с 1741 года, в России его подавали на банкетах не иначе, как обильно посыпав сахаром. Картофель. Браво! Браво, Дмитрий Евгеньевич! Играйте. Кушать подано 1000. В своей книге Елена Молховец советует молодым хозяйкам, желающим сварить пуховую кашу, для начала сделать с ядрицей именно это. Размочить, может быть? Нет. Нет. Растереть. Растолочь. Дальше. Кушать подно 600. Американец Чемпан угодил и в род партнёру, и в книгу Гиннесса, метнув эту ягоду на 97 метров. Виноград. Совершенно верно. Кушать подно 400. В 1941 году английская делегация, направляясь в этот город, запасалась бутербродами, а их встретили икрой, и ананасами. Москва. Верно, Константин. Кино 800. И русского князя, и немецкого дворянина он играл с юношеской татуировкой «Слава» на левой руке. «Я умело прятал руку», говорит актёр. Тихонов. Верно, Вячеслав Тихонов. Кино 200. В фильме «Актриса» этот прославленный на всю страну комдив сыграл всего лишь майора. Борис Бабочкин. Совершенно верно. Знаменитый Чапаев. Кино 400. Вам достается аукцион. Вы можете насказать только номинал. Ноль у вас на счету. Что скажете, Константин? 500. 500. Что скажете, Дмитрий? 1000. 1000. Константин? 1100. 1100. 1200. Константин? 1300. 1400. 1400? 1500. 1500. Пас. Мы играем на 1500 с Константином. Сергей Эйзенштейн назвал его самым великим актёром Голливуда. Недавно звезде стукнуло 75. А по виду никогда не скажешь. Мимикки Маус случайно. Вы правы. Играйте. Англия 200. Её прототип древнеримская застёжка Фибула. Запатентовал её американец Хант, а названа она в честь Англии. Английская булавка. Дальше. Англия 400. Перед вами знаменитое архитектурное сооружение. Узнали. Тауэр-бридж. Тауэрский мост. Дальше. Англия 600. Полотнище с тремя золотыми львами стало гербом Англии при этом английском короле. Изображения входят и в современный герб. Ричард Львиное Сердце. Верно. Англия 800. Вам достается аукцион. Ставка. Номинал. Номинал 800. Что скажете, Дмитрий? Тысяча. Тысяча Константин. Тысяча 100. Тысяча 100. Дмитрий? Тысяча 200. Тысяча 300. Тысяча 500. Полторы. Ну, 1600. Класс. Играем за 1600 с Константином. Так вот, прозрачные стенки этого объекта под названием «Не теряй ни секунды», появившегося в галерее Тейт Модерн, очень смущают посетителей. А стенки прозрачные лишь изнутри. Боюсь, что это туалет. Правильно, Боюсь. Как же сказать это? Второй блестательный бабанк, выигранный Константином. Играйте, Константин Магрич. А на это еще? Тони Блэр, единственный за последние полтора века глава Великобритании, который в период премьерства умудрился стать кем? Отцом. Браво. На лыжи 800. Совершив лыжный переход через Гренландию, он написал книгу и о самом переходе, и о лыжах. Нансен. Верно. Кушай 100 на 200. Еще ломтик бекона, и я приготовлю яичницу, сострил будущий губернатор Шварценеггер на одной из встреч с избирателями. А произошло именно это... Тухлые яйца на него пытались кинуть. Я не берусь рассуждать о том, были ли они тухлые, но яйцами это точно. Дальше. Кино тыща. Как Олега не уроды, нам не совладать с природой. Зубы вставь, скриви два глаза, все равно красив, зараза. Григорий Горин посвятил программу роли Янковского в этом фильме Марка Захарова. Убить дракона. Верно. Максим? На лыжи 600. Создателем этого вида спорта считается американец Ральф Самуэльсон. Хотя ничего нового в экипировке он не изобрел, а использовал обычные лыжи с петлями для ног. Говорит, сноуборд? Нет. Прыжки с трамплина? Нет. Фристайл? Нет. Три неверных ответа на такой, казалось бы, простой вопрос. Водные лыжи. Дальше. На лыжи 400. Как ни странно, но этот эффектный элемент скоростного спуска гасит скорость спортсмена. У слаломистов такой проблемы нет. Прошу. Ну, полет. Совершенно верно. Полеты на небольших трамплинах. Через 21 века 600. Некая американская фирма предлагает высушивать их с помощью самолета и полимера, применяемого в памперсах. Самолет и памперсы. Так предлагают высушивать облака. Дальше. Чудеса 800. Британская национальная галерея за 5 минут сделает для вас копию любого из 2400 произведений живописи. Размер закажете вы. Назовите технологию. Ну, по сути, видимо, это цифровая фотография. Верно. Дмитрий. Чудеса 21 400. Встроенный в этот небольшой прибор детектор дыма позволит вовремя обнаружить начало пожара, после чего он сообщит владельцу об опасности. Мобильный телефон. Верно. Чудеса на 200. Подключившись к прикуривателю, ваш пассажир может по дороге к горнолыжной трассе подогнать их под форму ноги и свой стиль катания. ботинки. Продолжим. На лыжи 200. В Объединенных Арабских Эмиратах у городка Аль-Айн создан такой экзотический курорт. Кстати, первый в стране. Собственно, лыжный курорт? Нет. Одну минуточку. Вы сказали, если мне память не изменяет, собственно, лыжный курорт. Уточнил я. Собственно, лыжный курорт. Прозвучали именно такие слова, поэтому я не принял ваш ответ. Собственно, это в одно из слова. Дмитрий? Горнолыжный. Горнолыжный курорт. Вот как следовало бы ответить. Дмитрий? Джаз 200. Афиша 1937 года сообщала жителям Харбина о выступлении большого хора Стеньки Разина. Дирижирует грозный атаман Семенов. Да вы что? Нет. Харбин? Утесов. Да вы что, Максим? Джаз. Константин, нет? Ну, Олег Лундграмм. Вы знаете, а в данной ситуации я приму ваш ответ, несмотря на то, что вы немного исказили фамилию атамана. Олег Лундстрем, да? Прошу вас, Константин, играйте. На лыжи тысяча. Вам достаются код мешки. Тем временем 7400 у вас, 6150 у Дмитрия и 200 на счету у Максима. Кому? Кому Максиму отдам. Максим, играем с вами. Тема торговая марка, стоимость 600, покажите фото. Товары с такой маркировкой изготовляются в США, однако, не абы кем, а исключительно этими американцами. Раз, два, три. Ваш ответ. Какими американцами изготовляются товары с такой маркировкой? Индейцами. Это же Вигвам. По-моему, очевидно. Ну, я не знаю, собрать. Подведем итоги второго раунда. Минус 400 у Максима, 6150 у Дмитрия, 7400 у Константина. Впереди третий раунд. Мы разыграем третий раунд. Напоминаю о том, что спонсор нашей программы торговая марка Эрих Краузе. Эрих Краузе это полный ассортимент повседневных канцелярских товаров для офиса. От карандашей и скрепок до органайзеров и архивных файлов. Эрих Краузе важна каждая мелочь. А вот и темы третьего раунда. США Мельники и Мельницы награды и премии Солнечная тема Русская живопись и Петры. Прошу вас, Максим, начинайте. Петры 900. Он утверждал, крестьяне должны жить не в деревне, а на хуторе по две-три семьи. Увы, реформировать сельское хозяйство он не успел. Столыпин. Петр Аркадьевич Столыпин, верно. Петры 1200. Чацкий любил Софью. Софья молчалина, молчалин Лизоньку. А сердце Лизоньки покорил именно он. Скалозуб. Да вы что! Тема у нас Петры, а? Петр. Ах, как не полюбить буфетчика Петрушу, не помните? Такой яркой цитаты из горя от ума. Надо помнить. Дальше. Дмитрий. Петры полторы. Петр Мшвенерадзе и сам призер двух олимпиад и сыновей олимпийскими чемпионами вырастил. Назовите фамильный вид спорта. Борьба. Нет. Нет. Водное поло. Дмитрий. Солнечное 900. Об официальном прозвище Канзаса напоминает и этот цветок, символ штата и высочайшая его вершина. Макинля? Нет. Тема у нас какая? Подсолнух. Совершенно верно! Игра также называется. Награда премии 1500. Автор этой одежды Мэри Куант получила орден Британской империи за экономические заслуги. В шутку уверяли за повышение рождаемости. Видимо, мини-юбка. Верно. Мельники и мельницы полторы тысячи. В пятом веке до нашей эры в Древней Греции создали так называемую ротационную мельницу с воротом, приводимым в движение. Назовите двигатель. Вода. Нет. Домашние животные. Ослы, козы и так далее. Дальше. Мельники и мельницы 600. Вам достается ход между тем. Тем временем минус 1300 у Максима. 5 550 у вас и 700 у Константина. Кому? Максиму. Максим, играем с вами. Тема монеты стоимость 350. Покажите монету. Назовите страну, которая эту монету отчеканила. По-моему, это страну. Назовите. Раз, два, три. Беларусь. Ответ неверный. Давайте посмотрим на верный ответ. А, Украина. Две гривны это. Прошу вас. Петре 600. Этот Лоуренс Аравийский убедительно показал нам, как украсть миллион. Питер Утул. Браво. Петры 300. Кто-то называет его юродиумом, кто-то гением. Он просто играет в спектаклях, пишет музыку, поет. Петры Николаевич Мамонов. Верно. Русская живопись 900. Первым из русских художников он обратился к низким сюжетам. Решив написать с натуры гумно, он приказал выломать одну из его стен, чтобы светлее было. Венецианов? Конечно. Солнечная тема 1200. Вам достаётся аукцион. 8000 у вас на счету, а всё время минус 750 у Максима и 5550 у Дмитрия. Номинал. 1200. Что скажете, Дмитрий? Пас. Играем. Согласно геоцентрической системе средневековых астрономов Европы, орбита, по которой Солнце вращалось вокруг Земли, находилась между орбитами Венеры, и этой планеты. И Марса, по всей видимости. Играем. Наградой премии 1200. Этот отец ментов был принят в Союз Писателей Петербурга и получил специальную премию от МВД. Кивинов. Верно. Солнечная тема 1500. Этот поэт писал о себе. Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел и напророчил смерть от последствий солнечного удара, полученного в Коктебеле. Волошин? Нет. Волошин в Коктебеле жил, поживал, и все у него было там хорошо. Почти все. Ты умер же. А это были строки Андрея Белого. Дальше. США 900. Иностранцам и людям с дефектом речи в Алабаме следует остерегаться. По закону того, кто исказит это название, ждет тюрьма. Может быть, название штата Алабама? Верно. Наградой премии 900. За спасение города Экса. От чумы этот средневековый доктор получал от мэрии пожизненную пенсию, а от щедрых горожан множество подарков. Процельс? Нет, Дмитрий. Нострадамус. Дмитрий, выбирайте. Мельники и мельницы 1200. В этой компьютерной игре водяные мельницы каждую неделю приносят своему владельцу по тысяче золотых. Но это цивилизация должна быть. Нет. Герои силы и магии. Константин, вы были, в общем, близки к правильному ответу. США 1200. Он стал первым президентом страны, родившимся в 20 веке. Висенхауэр? Да нет. Кеннеди? Джон Кеннеди, да. Дмитрий, играйте. Русская живопись 1500. Живописец Сергей Зарянко, направляя на выставки своей картины, прикладывал каждой особую табличку с указанием расстояния. Какого расстояния? С которого нужно на нее смотреть. Верно. Русская живопись 1200. Вам достается аукцион. Минус 1950 на счету у Максима, 6750 у вас на счету и 9200 у Константина. 1300. Ну, Константин. 1400. Дмитрий. Пас. Играем за 1400 с Константином. Этот пейзаж, роднее которого и представить нельзя, запечатлели на одноименных полотнах Иван Шишкин, Исаак Левитан и Архип Куинджи. У трех этих художников есть картины с одинаковым абсолютно названием. Не березовая роща. Браво. Дмитрий, я хочу обратить ваше внимание на то, что ваша тактика провоцирования соперника на высокие ставки пока вот успеха не приносят. Константин. Наградой премии 600. Создав 4-моторный грант, он получил золотые часы из рук Николая Второго. Сикорский. Верно. США 1500. В нынешнем году по итогам телефонного опроса этот певец во второй раз получил титул самого глупого американца. А вот президент Джордж Буш-младший только на 10-м месте. Майкл Джексон. Верно. США 600. Согласно переписи 2000 года 35 миллионов граждан считают родным именно этот язык. Со времени прошлой переписи их число возросло на 58%. Испанский. Браво. Русская живопись 600. Первый документально известный русский художник преподобный Алипий жил и творил под сенью этого монастыря. Андроников. Да что вы. Первый известный русский художник. Горбис Киево-Печерская Лавра. Конечно. Константин. США 300. В ходе этой проверки сначала предлагают сказать ABCD и FG и 7 секунд удержать равновесие на одной ноге. На степени опьянения. Верно. Мельники и мельницы 900. Из-под ее жерновов текли рекой мука, соль и золотые монеты. А выковал ее вековечный кователь из зеленой страны Колевалы. Сампо. Мельница Сампо. Награды премии 300. Речь лауреатов этой альтернативной премии ровно через минуту прерывает голосок малышки пожалуйста прекратите мне скучно. Игнобелевская или Шнобелевская как ее еще называют премия. Дальше. Мельники и мельницы 300. Исторический район этого города Дальние и мельницы хранит память о том времени когда в открытом поле здесь стоял лес ветряных мельниц. И сегодня главная улица района зовется Мельничный или Мельницкой. Одесса. Верно Дмитрий. Солнечный 300. Переехав эту воображаемую черту вы сможете понаслаждаться ни заходящим ни на минуту солнцем. Полярный круг и последний вопрос русской живопись за 300. Его полотно въезд принца Уэльского в Джайпур в 1876 году ныне украшает экспозицию калькутского мемориала Виктории. Наверное Верещагин. Верно Константин. Завершен третий раунд. Позвольте подвести итоги. Максим, вы иах, проиграли вы все. Не на что вам играть в нашем финальном раунде. Прощайте. Встретимся мы в финальном раунде с Дмитрием и Константином. У Дмитрия 7950 на счету, у Константина 14500. Впереди финальный раунд. Мы в студии мы разыграем финальный раунд. Вы видите семь возможных тем финального раунда. Дмитрий, выберите, пожалуйста, тему, которая вас по той причине не устраивает. Мы тут же от нее избавимся. Медали. У нас нет темы медали. Константин. Цирк, да и только. Спасибо, Дмитрий. Сувениры. Константин. Летчики. Дмитрий. Кисти и краски. Константин, выбирайте. Пишите письма. И мы играем тему «Откуда родом?». Константин и Дмитрий делайте ставки. А я тем временем напомню телезрителям о том, что согласно правилам нашей игры тот игрок, которому удается выиграть три игры подряд, получает замечательный приз. Золотой приз Эрих Краузе. Это перворучные работы, изготовленные из золота и украшенные россыпью драгоценных камней. Ставки сделаны, я предлагаю вопрос. Пушкин и Дельвик всегда гордились этим преимуществом. По их мнению, в противном случае русский не мог быть судьей ни по части хорошего выговора на русском языке, ни по части выбора истинно русских выражений. Думайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну что же, время истекло. По мнению Дмитрия, это грамотность в письме. По-вашему, лишь Пушкин и Дельвик умели грамотно писать, ну, по крайней мере, среди лицеистов. Ерунда, конечно же. Ставка, Дмитрия. Спасибо, Дмитрий. Ответ Константина. Вопрос сложный. Жуткая клинопись, Константин. Родились в Москве, да? Какие клинки, такая и клинопись. И какая клинопись. Да, уели, уели, Константин. Однако же вы дали совершенно верный ответ. И Пушкин, и Дельвик родились в Москве. Абсолютно. Из этого, по их мнению, человек не мог быть судьей ни по части хорошего выговора на русском языке, ни по части выбора исконно русских выражений. Константин, ваша ставка 2500, 17000 вы зарабатываете в нашей сегодняшней игре. Дмитрий, примите благодарность за участие. Константин, за две игры вы выиграли 37600 рублей. Помимо этого, вы заслужили право выйти к этому вращающемуся подиуму и вынуть оттуда наугад три брелока. Сегодня у нас последняя игра цикла, так что выйти к подиуму вам придется. Вопрос один. Сколько ключей вы будете проверять? Если вы потратите деньги, вы сможете проверить шесть ключей. Если захотите забрать деньги себе, только три. Бог троицу любит, я проверю три. Вы проверите три ключа, а деньги вы заберете себе. Это ваше право. Прошу вас, подходите к нашему подиуму и вытягивайте три ключа по вашему желанию. А крутануть можно? Ради бога, можете делать все что угодно и по часовой и против часовой как угодно. Три из тридцати таковы шансы Константина. Пусто. В обратную сторону Константин вращает наш подиум. Опять пусто. И еще раз пусто Константин. Обидно. Увы, не повезло, шансы были малым. Дорогие друзья, вы видите плотно замечательный конверт. Я вскрываю этот конверт. В нем номер ячейки, где расположен ключ. И этот номер ячейки, вы видите, одиннадцатая. Будьте любезны, одиннадцатая ячейка. Вот он ключ. Вы это хорошо видите. Константин, вы уходите с нашей игры непобежденным. Дорогие друзья, на время каникул мы прощаемся с вами. Вы будете смотреть наши игры в повторах. А после каникул мы возвращаемся с новой формулой игры, с новым главным призом, с новыми игроками. Всего доброго. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok